4 часть 4 часть тихо прохождение в баннер саги под номером 3 сейчас я проснусь проснусь нет мобил не решил еще какую игру следующую проходить будем приключение продолжается если вы пропустили предыдущую часть лучше посмотреть сюжет все равно пересказывается 1 1 1 переподписан 16 месяц второй раз а нет продублировалась но не в тексте спасибо видите за переподписку если вы пропустили не знаете что там что там нас ждет я-то знаю что нас ждет вот посмотрите в записях если коротко все под контролем мы выполняем задачи которые перед нами ставит партия несмотря на сложности которые якобы возникают в игре мы совсем справляемся используя хитрые тактические приемы демонстрируя прекрасное знание игровой механики поехали а бузер тебе должно быть стыдно ну нет нет не должно но чуть-чуть есть вот смотрите у нас осталось меньше семи дней мы находимся в изнанке на пути каравана встает поле высокой травы эйвин говорит что это что-то наподобие водорослей но вам так не кажется ее черные острые как бритва листья ножами терзают вашу кожу трава доходит до пояса и простирается так далеко вокруг настолько хват насколько хватает взгляда она довольно хрупкая говорит вальгард с треском ломая пучок травы щитом да и звук привлечет внимание тех кто нас и все еще не заметил отвечает оля потеряя потеряя болезненный порез на руке нам предстоит долгий путь говорите вы так что давайте решим как быть так двигаться медленно осторожно избегая ран и шума пусть фолька остальные щитоносцы продолжит путь стиснув зубы идти в прежнем темпе давайте фольку вперед пусть щитами пробивает смотрите и учитесь фолька прикрывается щитом и спокойно идет через поле остальные поступают также двигаясь за ней флангами и проделывают слаженный путь не получив порезов дрова вскоре редеет и вы видите как ее лицо озаряет гордость езди просто фольку могли потерять прошлой части да мы и котлетку могли потерять в прошлой часть но то есть руководство грамотные все разрулили просто все привод что будет когда он отведенные нам дни закончится земля под вашими ногами начинает тихонько потрескивать остальные тоже это замечают юнона едва слышно напевает и от кончика ее посоха будто угольки костра отлетают огоньки и отражаются в темной ледяной глади что раскинулась далеко вокруг это лед сообщает эйвент или то что было им когда-то неизвестно во что его превратила тьма до этого выбрали по каким-то черепкам а теперь поверхность будто аккуратно выложена плитами некоторые фрагменты которых почему-то висят в воздухе вальгард осмеливается немного проскользить по ним похоже прочные так разве что для милюзги лучше пойдем про краю построить в колонну пройти по льду передохнуть лучше подготовиться к переходу временно передохнуть нет настроение так хорошее если это воздухе и строится в колонну идти по по льду занятие довольно рискован поэтому давайте первый вариант вороны начинают быстро ворчать но замолкают вы подозреваете что они рады не рисковать хотя никогда не скажут об этом лишь спустя какое-то время вами овладевает негодование все это время выдвигались вдоль белой башни не приблизившись к ней до нее далеко замещает юнона надо переходить ступайте осторожно лед мод вы может выдержать но не будем сподержал ваш могу покляться что под нами что-то движется это был океан да хорош ну и выходят 14 ну что ж ты делаешь-то ну и к чему стиль с оттенками о ненавидьте виска ненавидьте его поносите его нашел момент писать соточку свою возьми за это огромный змей короче у нас тут и тот самый змей который ага юнона крепко сжимает посох трясущимися руками такого вы еще не видели она говорит тихо чуть повернувшись снова отчетливо слышите ее голос что бы ни случилось защищай эйвинда так какой у тебя план как я могу защищать эйвинда от такого а как же ты какой план не терять надежду змей начинает говорить слов вы не понимаете но интонации очевидны и юнона что-то кричит и вы прекрасно ее понимаете одна неудача следовала за другой в этот раз тебе тоже не справиться змеи неистовствует и теперь свет выхватывает лишь его бешено извивающиеся покрытые страшной потрепанной чешуей тела надо разбить лед готова перевод змей стремительным рывком атакует юнон их сжимает ее в челюстях и неистово бьется головой об лед не замечая боли и юнона каким-то образом умудряется плести чары сломанными руками а змей снова поднимается стоп 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 чтобы вновь обрушить голову на лед юнона опять же каким-то образом умудряется плести чары подождите это уже было где-то лед уходит у вас из-под ног внезапно вы понимаете что юнона управляет чем-то что находится в глубине и она быстро приближается к вам вперед громко кричит она снова и вин замирает вы перекидываете его через плечо и бежите лед надсадно трещит от еще одного удара и эти звуки похоже на щелканье захлопывающихся капканом капканов вороны в ужасе бросается в рассыпную о о боги пепел и черта не вижу и останавливайтесь а время кстати уже обратного отсчета нет смотреть но мы бежим там продолжают что-то под водой рыбы выяснять отношения все здесь кричите вы вороны вытирают лица от сажи и кашляет в кулаки в воздухе густым облаком висит копоть который подняло чудовище я ее вижу кричит эйвин от содрогающегося тела змея отделяется сияющая сфера улетает прочь и обрушивается где-то вдалеке словно метеор эйвин бросается вперед с собственным светом остальные следуют за ним вы ползете сквозь плену вдруг становится темно как безлунной ночью свет юнона тускнеет и мигнув напоследок гаснет скорее вопит эйвин вскоре вы признаете что уже невозможно определить в нужную ли сторону вы движетесь эйвин начинает паниковать разделиться на две группы осмотреть большую площадь методично прочесывать местность по дороге продолжать двигаться в том же направлении разделиться альфурн против но других идей у нее нет она берется бы половину воинов а вы идете с эйвин дым и остальными стараясь не выпускать друг друга из виду вдалеке раздается вопль а затем звон оружия вы бросаетесь на свет и обнаруживаете полчища искаженных драгов они напали на нас темноте кричи кричит вальгард изи ребята сейчас разберемся с ерундой а то есть а легко в бой идут естественно лучшие можно отступнику дать титул перемещение урон меньше агрессии да не хватит киви с двумя тут как видите очками не убиваемый непробиваемый этот артефакт как-то не хочется давать ему плода поехали шмонка есть 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 можем уже надо верить мы что-то знает до взрослых же уже 14 9 закончили оба издали нормально ну как нормально даже хорошо я много не рассказываю но там есть что порассказывать верь мужу верь так мы видим что это не просто нападение тут лежит как вы видите наша подруга и боли ну ладно ждем отлично справимся единственная сложность в том что у него тоже есть этот как его господи как называется то не отступник а певец камни его зовут да сложно поверить что мне 34 я же мелкий такой как так я же такой мелкий а еще подкрепление будет кстати 25 ходов вот этот момент давайте я чуть отступлю не хочу сейчас ловить халявный выстрел от прачника вроде он не должен доставать да отлично можно потихоньку подходить уже я думал какой-то студент пабгер вот она вот смотрите баф уже прошел от от него гата а кто будет дальше ходить двадцатка урона вот 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 что-то мне не нравится друзья что-то мне не нравится не могу сказать что но что-то не нравится так потихонечко пробиваем аккуратненько рассчитываем на регенерацию брони рассчитываем на поглощение брони просто из-за того что этот гад увеличил блин двадцатка понимаете двадцатка ладно поехали раз раздражение на двоечку для того чтобы не снимать по единице брони то есть у него обилки геройские такие что нормально не пробивает видимо мне придется пока нет ваншотов не добивать и оставить вот тут вот смотрите что происходит ну гады жену первый пошел кто следующий этот не угрожает слишком мало урона наверно нужно двигаться и убивать тех кто во первых быстрее ходит во вторых обладает большим запасом силы ерунда да вот сейчас надо этого шатнуть вернуться назад и бахнуть его давай сразу двадцать два не будем томить эти мир даже оставлю с ними перед справиться подходит там овервотч кстати был но абсолютно плевать киви с его армором 17 снова пошел к вставать гад давайте добьем нет раз легко вот это вот связка как только обнаружил ее она делает все настолько простым пять ходов подкрепа наверно пойду этого убивать а то он останется еще подкрепа бафать будет а блин пробили пробили а баф снялся и соответственно если у кого-то были было здоровье в общем сразу умер еще один попробуем травануть есть блин вот гад вот тут реально сейчас мне еще не хватает подходит под креплением у раз два три прямо рядышком стоит с певцом ну да тут тут извините уже тут уже никак не может быть если повезет с порядком ходов этот должен от яда умерять сейчас киеви должен идти прикрывать не ну тут здесь здесь я попробую сейчас за киеви уйти вроде успеваю но этот не должен дать дайте слушать а броня восстанавливается как будто у тех кто рядом с ним типа проходит или это так неправильный эффект вроде у него должна восстанавливаться привет бостон 42 давайте уэйт пока здесь тоже отдохнуть имеет смысл хотя 42 силы я не знаю кто в принципе может пережить этот удар надо сначала вот сюда добраться баффера убить а поехали просто проходим и методично раз имба да может пофиксить со временем мишки рычага на бузу это опыт просто просто опыт тут просто надо смириться с тем что если в игровой механике есть какие-то какие-то тонкости мы же увидели прокачали правильно человека все же четенько сделали прям 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 четенько там у него навык на игнор брони чтобы бафф не не отнимал так много ну не отнимал у него броню сам по себе персонаж очень плотный в плане брони все красиво тонкости ну а как 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 иначе тонкости тонкости видишь как тонко очень сложная тактика так этот минус от яда отдыхаем посох есть и что я предлагаю сейчас по единичке молнии бить не я думаю я справлюсь мне кажется что мы можем обойтись без такой вот потери времени и раз и последний раз что он может сделать ничего и шо ты им бах а еще можно ну давайте побьемся еще подкрепление давайте давайте кто там со мной давай дуэль а можно еще типа подкрепу дать ну да нет загружай так раз два три 4 5 6 7 8 так интересно интересно этот не успеет не сможет не сможет начну скорее всего с бафера внизу красного аааа я не успеваю ничего учитывая то что у нас двое а их 8 человек я хожу где-то в четыре раза чаще пока не все живые поэтому у нас есть возможность и подойти вот так вот дважды до до цели ну можно кстати баф было сделать более серьезным хотя все равно силы воли маловато 33 урона бах а если потерять жреца можно и проиграть таким образом конечно конечно можно кто же спорит можно было пройти на пару клеток и про атаковать его но да и затянуть ремни работать на него верить он всю броню себя три генн здесь он что-то на реген воли я думал ему качнуть как раз вот тему которая восстанавливает волю но возможно это пригодится но все равно хватает ведь он полностью раскастован если что можно отдохнуть у меня кстати между прочим тут пробили 4 брони а все серьезно урон 49 я не знаю какая какой человек даже боссы такого не выдерживают такого урона 53 давай давай о двоечку пробил он же еще игнорит и урон по силе он игнорит сбиваемую броню тоже регенерирует при этом при всем шансов на победу ну просто никаких сильная тактика очень сильная бесхитростная абсолютно изя вы три сражения 36 славы и еще артефакт теоретически должны дать вы находите среди обломков тела юноны она изуродована до неузнаваемости после такого не возвращаются если она пережила атаку змея и падение то уж точно не нападение твари не говоря уже о том что она блуждает во тьме причем неизвестно сколько это не конец так ведь отличный перевод это не конец так ли так ведь мы проиграли что же делать закончим то зачем пришли зачем пришли непонятно это не конец говорит эйвент лицо и голос эйвенда не выражают никаких эмоций однако по щекам текут слезы дали славу мы доставим ее к белой башни ивер прошу забери ее на просьбу это не похоже да ну что вы хотели все ноль дней дни ноль слава 212 и мы возвращаемся в столицу где у нас типа все должно за тьма наваливается на тонкий купол света который установлен над год над городом ткачами плетущими свои быстрые стежки в тесной толпе людей начинают волнами вспыхивать беспорядки в то время как искаженные наносят удары по вашей обороне проверяя ее на прочность вы наконец понимаете как много мертвых покоится теперь за стенами арберанга это действительно начало конца не так ли произносите вы с горечью алё говорит лангскип наконец-то тонет если так можно сказать но нам остается лишь черпать из него воду до тех пор пока силы не покинут наши руки вы чувствуете как в вашей голове появляются старые навязчивые мысли о выживании потребности в пище воде убежище а схожу на рынок вот этого не было таланты силы таланты воли отражение силы плюс 2 воли особо не нужны провизия есть но как бы тут даже нет обратного отчета по провизии фьюнерал это что это кладбище типа да по героям вроде никаких ранений тоже здесь нет у нас бастион еще появился бастион зефр ну и конечно же а летка канарий убин тоже то что там пытался показать ладно перед следующим сражением посмотрим куда эти эту славу вкинуть поехали они пришли со всех частей арбиранга и принесли с собой мертвых огромный лангскип более ненужный королю был поднят на плато из черного камня это было непросто но традиция есть традиция на борту лангскипа покоятся сотни тел готовых к загробной жизни готовых обрести покой среди звезд их борьба окончена вы слышите это из уст оратора выполняющего последние обряды прежде чем придать лангскип огню ай я крикнул два раза огни зажжены и специальные вязанки уложенные вдоль бортов корабля окрашивают огонь в другие цвета сверкающая радуга поднимается к небесам мост в иной мир для храбрых душ вы представляете себе корабль отплывающий в море когда огонь угасает угрюмая толпа начинает закрывать пепелище камнями и грунтом формируя традиционный могильный холм сказать речь перед караваном давайте ребят за тех кто знал и чтил свое знамя мы поднимем ему высоко а эти слова всплывают в вашей голове одновременно с услышанным и остальная часть каравана охотно подхватывает концовку боги будут плакать если мы не переживем их однако мы их переживем теперь мы будем говорить за мертвых за их имена и дела и да будут прокляты боги они не будут забыты двадцать славы алио кладет руку вам на плечо его глаза красные от алкоголя и слез однако на его губах вы видите улыбку хорошо сказал могу лишь гадать каково тебе увы мне доводилось встречать твоего отца но я слышал о нем только хорош думаю он сейчас бы гордился тобой сейчас почему я не вижу нигде мертвецов А лишь тех, кто переживет отцов А лишь тех, кто переживет отцов Я не вижу нигде мертвецов А лишь тех, кто переживет отцов Переживет отцов Опять Меня немножко Я понимаю, что рифма, но Окей, хорошо Алио молча встает рядом с вами, погруженный в свои мысли Не можешь удержаться от стихоплетства Алио слегка смущен, будто вы застали его за чем-то постыдным Прости, надеюсь, мои слова не показались неуважительными Никак не получается закончить дело Когда я был еще совсем ребенком Все в нашем городишке знали мою бабушку как провидицу И я ее боготворил Она заявила, что боги не умирали Что они все еще говорят через нее К ней стекали со всего света Чтобы узнать судьбу Или пообщаться с богами Иногда я подслушивала за стенкой Какие невероятные истории она рассказывала тем людям Хотя это и было запрещено Она знала Перед смертью она поведала мне одну тайну Она сказала, что все выдумала Я был расстроен Назвал ее обманщицей Но она пояснила, что ее выдумка еще не означает Что этого не было Удобная позиция Наши истории так же реальны Как и все, что мы видим и чувствуем Говорила она А затем умерла Те последние слова Я помню, как сейчас И только И тогда я начал выдумывать свои истории Становится сложно воспринимать мир иначе, чем историю Ты вечно сочиняешь что-нибудь в голове Когда в детстве я пугался и печалился Я представлял, будто читаю собственную историю как рассказчик Будто боги узрели с небес Что я тоже могу творить Как бы там ни было Прошу прощения за стихи Постараюсь оставить их на более подходящий случай А Лео молча встает рядом с вами, погруженный в свои мысли Да пойдем уже Думаю, это наш долг Нельзя оставлять ткачей на стенах одних Да и уже дополз слух Пополз слух о том, что провизии не хватает Порой это слишком тяжело Настоящий герой не спешит действовать И хотя мы вволочим ноги дальше Наши сердца всегда будут не на месте Окей Поговорили Тут две локации Ткачи распределяются равномерно вдоль стен таким образом Чтобы их собственные световые сферы перекрывались соседними Стражники с отстраненным выражением на лицах становятся между ними У них под ногами груды искаженных драгов и людей Они начинают перебираться по трупам с другой стороны стены Произносит Зеффор с некоторым отвращением в голосе Будто в подтверждение сказанному один из ткачей начинает кричать Когда все больше искаженных появляется в пределах видимости Скорее подает знак Зеффор Ё-моё Хорошо Хорошо Так Этот у нас дающий надежду Дающий надежду, да? Канария у нас с критом брошенная Бастион у нас гора Броня, сила, сопротивление Убин Уровень Уровень, уровень, уровень И у него вот эта вот обилка, которая позволяет ударять всем по одному, да? Плюс вместе мы сила, пассивка хорошая есть Урон сильно им и соседним союзникам на единицу А, Убин получит по одному урону силе за каждого стоящего рядом героя То есть его вообще нужно в кучу вставить Но у него... Ну вот хотя обнаружение слабости как раз то, что нужно Короче, поставим его тогда рядышком Ту-ту-ту-ту-ту-ту Давайте канарий возьмем Подождите, у нее... Ага, ко всем талантам, то, что нужно Так, давайте Поединички закинем Неукротимый Уклонение 15-й уровень последний. Все. А летки смысла нет уже на что качать, да? Затянуть максимальный. Крит максимальный. Неукротимый макс удачный не нужен. Уклоним на пятерку можно. Но все равно тогда одну очку останется у нее. А давайте просто на максимум. Все, 30% уклонения. Ну ладно, сделаем. Нам же больше некуда вкидывать, правильно? Абсолютно некуда. Не работает эта штука. Так, все. А лета тоже максимум. Бастион. Два килла ему нужным. Можно пассивку выучить. Например, Убину. За каждого соседнего врага. Воля восстановления волы. Я усилил брони в сопротивлении силой. Воля за убийством. Может ему шепот вообще взять? Уклонение, перемещение. Перемещение ему нужным? Да не особым. А что у него по пробиванию брони? Четверочка. Можно ему взять тему с пробиванием брони. Типа щитокол. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, давай. Может быть, артефакт еще возьмем какое-нибудь на мега пробивание. Так. Что-то было у нас. Есть плюс пять пробивания, перемещение, но атака пассивен. Ему как раз особо... Давайте, ладно, возьмем рыбу пока. Временно, 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 временно. Пока так. Обилка, которая дает плюс две силы за убийство, работает безвесы. Реме ограничения. Можно вырастить подобие киви, если не убивать. Да, но чем дальше, тем менее это актуально получается. Ну, то есть, да. Можно. Поехали, короче. Тут слишком много страховок самых разнообразных. Хотя одна алета под бафом разуплотняет, дай боже. Живая легенда. Искаженных ткачам не подпускать. А вот ткачи. Легко сказать. Ой, там даже коннорожденные искаженные. Сейчас мы ставим алетку так, за ним алео. Рядышком вот так. Не, давай вот так. Так, так. Ты сюда вызовешь еще человека. Поехали. Сразу вдохновляющая сага. А, уже успевает подойти. Сразу овервотч, тогда бахаем. Что он делает? Здесь вызываем подкреплением. Чтобы броню еще повысить. А это пошел кастовать. Как-то они особо не стремятся бежать вперед. Странно. Это подходит. Отлично. На. Пошли оверы. Можно попробовать сейчас убиным обилку. Обнаруживая слабость. Смотрите. Показывает. Раз. И тут. Оп. Ну, так. Слишком высокая броня. И, как следствие, урона было маловато. А, еще подкрепы будет, кстати, 22. Как вы видите. А, у прачников овервотч. Вот почему они так. Я понял. Сняли броню. Здесь просто пробиваем по броне. Давай, давай. Критулечка сразу же. Плюс кровотечение. Он сдохнет. Не хочу ближе подходить. Этот минус. Убин улыбается. Стоит. Ах, ты гад, а. Там очень хорошие вот после бафа уже цифры получаются. Там, 19. Но, чем больше сила, тем больше получает. Еще один овер. Эти стоят на овервотче, не подпускают. Мы особо не торопимся. Я бы, конечно, хотел подойти по... Пострелять по ренджевику, но, к сожалению... Я рискую тогда коняшкой. Ох! Чувствуете, да? Что творит? Что творят? Так, могу откинуть? Не могу откинуть. Тогда просто бьем по броне. Так, а Убин может указать? О-о-о-о! Так Убин вообще кого угодно. Но... Лучше, конечно, в ближнего, на самом деле. Потому что атаковать тогда смогут два ренджевика и этот. Добро. Лео, да, уже терпит. Ай-яй-яй-яй. Еще один овер. Эт пошел опять кастовать. И семь ходов уже будет подкреплен. Даже не хочется. Нет, ждем. А там на овере стоят люди, да? Семнадцать урона. Семь. Пятнадцать. Давайте вот так вот. Простреливаем. Раз. Оп. Еще один овервотч. От коняшки тоже очень мало всего осталось. Но они продолжают пробивать. Умудряются таки. Давай добьем. Раз. Сейчас. Убинам нужно подойти. Одиннадцать урон по броне. Одиннадцать. Да, но проблема в том, что обнаружение слабости... А хотя ты достанешь, и ты достанешь. Ладно, давай. Обнаружение слабости лучше. Овервотч. А где конь-то? Какого хрена? Почему... Почему конь не выстрелил? Что-то было, конечно, снимать броню. Он бы побежал. Овервотч бы и так... Так и так сработал. Ай, неправильно. Овер не... А, сейчас подкрепление уже будет готово. Загружается подкрепа. О-о-о. И сразу в тылу у нас один человек. Блин. Стоп Это плохо Плохо, что я еще Овер не поставил нормальный Блин Там столько этих Баферов И этот скоро будет ходить Он там просто разуплотнит всех Думаю, надо подходить И Его травить максимально Потому что 17 урона с 22 брони Это ну никак Это минус а лето просто Ну а что я могу сделать Ну либо а лео, либо а лето Хотя убин подойдет И смогут проатаковать По крайней мере он А лео и конь Отдавим так Повышение Да, убин Уже все Пытаемся Обнаружить слабость Раз Пофиг Вообще Не пробивает Да Ладно, он вместо того, чтобы с руки бить Делает какую-то откровенную глупость Кажется Это дает мне возможность И пошли бафы от этих Работаем Как-то нужно его Покарать Я не знаю как Потому что Надо было Наверное Броню Убином снимать Рывок я сделать не могу Дробилку сделать не могу Стою К сожалению Только так Ооо, сейчас там Два бафера Ой А что можно сделать-то Тоже стоит Тупит Капец Там Олетка Уже никакая Просто никакая Лета Че, врываться что ли? Толкнуть Давай попробуем Этого толкнуть Чтобы овервот сработал И надеяться Что Убин Там снимет ему Армора Напоследок Ну это Как-то может Помочь А Он не будет Сейчас Ходить Хорошо Я пожалуй Сейчас Этим Нубасом Отойду Вот так Даже Сделаю Вдохновляющую Пусть За двойку Здесь Рок 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 А почему Не понял Какого хрена Вы видели Почему не добавилось Сила воли Убин Убин падает Убин падает Блин Дали это Скорее всего Все Полномочия Будут Закончены С одним Хитом Хотя Мне по сути Нужно Двух Стрелков Только Ушатать А давайте Давайте-ка Вот так Будем 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 Охрен Надо сейчас Людей убивать Чтоб воля Поднималась Какие там Бафы Дикие Вдохновляющие Минус Олет Я что-то Не посмотрел Что Этот НРНЖ Блин Это первый раз Я вообще За всю Третью Сагу Видимо Переигрывать Буду Оооо Нееет Привет Доброе зло А почему Подожди Доброе зло Это Случайно Не у тебя Был другой Аккаунт Доброе зло Нет Вроде Не то Не то Вы похожи Просто Видимо С ним Да Ну Я что Сам виноват Естественно Сам виноват Друзья Загружаемся О Так Погодите Превьюшка Просто здесь Такая А Не-не-не Это просто Да Это оно Говорит Хорошо Фух Превьюшка С третьей части Трансляции В общем Друзья Я поздравляю Первый раз Первый раз Мы сейв Загрузились Первый раз Я уж думал Что и зявой Пройдем Ну Ладно Хорошо Хорошо Убедили Что я хотел Там Убину дать А Я хотел А Лео Типа талантно У него не хватает Для генерации воли Ну Я сам виноват 126 Славы Мы брали ему Щитокол Да Пробивание Но ему нужно Потанковать Я думаю Может быть Даже последний Герой ему Дать Броня 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 Заход Ну Давший обед Еще Воля 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 Да Давайте Убину броню Докинем Докинем Еще ему Реген Брони У него Артефакт Плюс один Агрессия Особо не нужен Давайте мы возьмем Отражение силы И прочее Здесь Оставляем Все таланта Оставляем Воля Заход Броня Заход Был бы Олео Десятым Мы ему бы Конечно Реген Дали Вот такой Воля Воля При отдыхе Хотя У него И так Хорошо Так Котлетку Хотел До 15 Докачать Взять Ей Уклонение И взять Ей Ненужную Ненужную Удачную Выстрел Канаре Тоже 15 Делаем Но у нее Крит Остальное Все такое Можно защиту И просто Бахнуть От Смертельного Удара Там Довольно Хорошая Так Вероятность Вызовет Воробой Не 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 Давай Вот так Или Поединички Накинем Давай С уклонением 20% Мне же Три К всему Лучше Поединички Закинуть Действительно Чтобы Бонусы Были Петр Петр У Петра Тоже может быть Какой-то А У него уже Дорощий 12 уровень Три очка Все таланты Нанесение Крит урона Восстановление Брони Отражение Силы Неукротимость Уклонение И уклонение Уклонение И уклонение Вот так вот Но Три Та очка Есть Поэтому Что мы Ему Можем Взять Вот так Пораскидали Еще Немножко Бастион Не может Пока К сожалению Обе Накачнули Артефакты У всех Поехали Сейчас Оставимся Правильно Еще Кстати Можно вообще Уходить Вот сюда Вот Но не будем Жестить Сохранить Ручками Перед боем Да ладно Я не намерен Проигрывать Так Поехали Вдохновляюще Надо Танка Поставить Сильно Ближе Аверим Не на полностью Самое опасное Конечно Это вот Когда Раскастовываются Эти Лучники И все И подходят Делают выстрел Но я в прошлый раз Виноват Просто Не Не законтролил Что Олета Уже стояла На расстоянии Короче Должна была Уже По лучнику Работать Это Овервотч Канаре Подтупливает И я Пожалуй Выйду Вот так Бах Хорошо Шесть брони Я думаю Что надо Сейчас сразу Обилкой Не мудрствую Лукаво Потому что Ему сейчас Так прилетит Просто Неплохо Так Вдохновляюще Это Надо Передвинуть Вниз Танка Сдвинуть На одну клетку Олета Теперь Уже Аверит Нормально Так Здесь А когда Он ходить Будет Скоро Кстати Весьма Уже Дробилочек Поехали На двойку Так Прошел Баф Дебаф Проходим Проходим Все таки Сюда Я не хочу Занимать Еще Целую Целый ряд Канаре Пожалуй Добивает У нее Повторюсь Крит Где-то 85% То есть Она Умеет Могет Стой Прикрываю Улет Ну да И танкуем 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 Сегодня Сегодня Мы с тобой Танкуем Хорошо Вдохновляюще 16 ходов Осталось Тем более Тем более Я сейчас Танкуем Могу Ворваться И отталкивать Людей Провоцируя На Овервоч Котлетку Где-то Несколько Кританов В толпе Союзников Стоит А Точно Блин Точно 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 Вы правы Ну Хорошо Какая Штрафы Но все равно Доходят Лучники И вот По олете Начинают Работать Вот Гады Просто Гады Я думаю Надо добивать Этого Упыря Выходите Расталкивать Танком Сейчас Двоих Чтобы Стреггерить Олету На два Раза Подходим Эй Тихо 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 Все И вспышка Должно Выстрелить Два раза Раз Нет Почему 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 Она вообще Ничего не Сделала А Там же Видимо У нее Рейнджа Нет Рейндж Должен быть На ту точку На которую Ну Они Приземляются То есть Если Отталкивают Слишком далеко Даже если Начальные точки Она Достреливает То Бесполезно Отличный Крит Отталеты Поэтому По хорошему Надо Заходить За врагов И Да 1514 Вроде Сила воли Есть Благодаря тому Что Людей Убиваем Поэтому Не жалеем Делаем Овер Этот Овервотч Ставит Здесь Стоим Хорошо Этот Ушел Просто Там Оверс Работает Но Он мне Не пробьет Поэтому Я лучше Лучше Так Вот Сделаем Убин Пока Отдыхает Алё То есть Тоже Пусть Отдохнет Не Надо было Сейчас же Появится Уже Блин Ошибка Котлетка Естественно Делает Овер Потому что Сейчас Следующий Ход Уже Придут Враги Они Кстати Рандомно Появляются Видите В этот раз Плотный Товарищ Не рядом И сразу Баф Такой Прошел Блин Кайф Надо Справимся Вспышка Естественно Чтобы Оттолкнуть И Стреггерить Раз Оп Ну а где Выстрел Блин Почему Не работает Отлично Я Оттолкнул Почему Почему Раньше Работало Из-за того Что не было Вдохновляющей Саги Я Не нанес Никакого Урона Здесь Котлетка Кажется Все равно Падает У нас Какого Черта Вроде Вроде Работало Раньше Я Не знаю Как Так Да Как Да Как Как Ты Пробил Вообще У У меня Там Один Стармора Какого Хрена Я Не Понимаю Что это Он Оглушительным Ударом Игнорирует Кажется Оглушительным Ударом Ой Поехали Ладно Там остались Бафферы Мы их В принципе Откайтить Можем Конем Так Чисто В теории Этих Лучше Оставить В покое Пробиваем Броню Лучше Забрать Конечно Стрелка Слева У него Все еще Много Много ХП 28 урона Крит Блин Катлетку Жалко Опять Потерял Ее Причем Пробиваем Броню А Убин Не дойдет Скорее Всего Из-за Лучника Из-за Этого Да Тогда Мне сейчас Пролетит Не знаю Зачем Я это Сделал Просто Абсолютно Дебильный Ход Уклонение а вот это было хорошо вы это прям было очень хорошо у петра повышение у людей там остается очень мало короче надо прикрывать наверное своих готовится коняшкой отстреливать волю правда сейчас потеряю сразу десяточку раз двадцаточку крит шикарным трогать этого не стоит ладно давайте продвигаемся дальше пробиваем по броне сейчас будет больно что ж поделать бастион еле живой что же я делаю то вот куда я полез танком скажите там же жопа 27 24 урона и пока они же еще ходят чаще я пошел кастовать что может мне реально элитным стражам поближе подойти чтобы следующий ход ворваться и они ведь они тоже не очень умно поступают местами начинают кастовать хотя у них все возможности для того чтобы нормально коняшку не хочу отодвигать 284 не угрожает не угрожает давай к этому и броню снимаем оставшись подходим уби нам возможно понадобится помощь а лео конечно может пооскорблять 30 урона там 30 давайте ладно попробуем оскорбить я боюсь что сейчас что-то не рассчитаю и мне прилетит оплеуха на тридцаточку гей начинаем ушатывать петр раз не должен пробить это два бафы спадают как видите я отравилась сейчас попробуем спасти нанося бог отличный крит и последний удар он добьет нубаса это не столь важным ладно справились но у нас видите котлетка раненые это плохо это очень плохо не знаю пригодится ли она мне ну хотя а лету даже можно битой брать ее вдохновляющий сагой тот же самый урон получится канаре эффективнее бьет отравлением чем просто поселить напряжением ну да если крит не не брать в расчет хотя там тоже влечащий сага но с горем пополам пришлось переигрывать пришлось переигрывать иногда человечество поражает меня говорит зефра мы едва удерживаем стены но все кланы способны лишь на то чтобы грабить и убивать друг друга капитан моим ткачам нужна дополнительная защита на стенах валка мы дадим вам столько людей сколько сможем остальные будут на улицах арберанг не смысла спасать если в нем останутся лишь убийцы и воры если бы мой отец был здесь даже он не смог бы получить контроль над городом да у него в общем-то когда он был не было в гораздо менее сложной ситуации контроля над городом у меня и того меньше но я уверен что смогу найти людей как верных знамени моего отца поставь меня во главе защиты стен ты уверена? а подождите это Лудин говорил поставь меня на защите стен может Петр перепутал Лудина с девочкой ты уверена? я не могу гарантировать безопасность да если мне осуждено встать во главе то это время настало перевод Лудин уверена да 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 ой они возлагают надежду на вас вы понимаете что любой кто встанет во главе защиты защиты стен будет подвержен смертельной опасности хороший хороший момент то есть понимаете да тот кто будет на стенах скорее всего гуфнится и у нас есть выбор кого отправить на стены то есть можем сказать стены твои Лудин а твой отец будет гордиться тобой если нам Петр например менее нужен чем Лудин говорим Петр собери свою стражу ты здесь главный если мы не готовы жертвовать ни Лудином ни Петром мы вспоминаем что оказывается у нас в пати есть коннорожденный скотаха я задействую коннорожденных позовите скотаха вот первый раз мы упомянули этот никнейм понимаете за за всю третью часть этого с этим конем никто дел дел не имел и тут как бы гениальный план кстати как его там мы не можем никого выделить продержите сколько сможете нет почему я отправил бы коннорожденного вы отправляете гонца чтобы он привел скотаха и как можно больше коннорожденных они пребывают в замешательстве однако понимают все те же ситуации вы уходите оставив их посреди сомневающихся ткачей коня посылай мне снова коня отправили да и у нас с вами всего два дня кстати ранения очень слабенькое ранение у котлетки все коня теперь в списке нет убин повышение делаем и еще 13 уровня вот воля заход брони заход пробивания давайте мы дадим ко всем статам и накинем всего кайф раскидали и сразу там эффективность возросла возросла в разы гун мундер еще был для контроля ну вроде как ненормально убина оставим бастиона смысла нет 2 киллаксис надо было дать у петра повышение но нужно ли ну то есть для артефактов не обязательно по статам у него и так все по единичкам вкинуто хорошо я думаю что в этом нет необходимости лучницу вместо петра так петр повышает броню вызывает чувака который еще повышает броню при этом он сам очень хорошо танкует если надо не петра хорош часть города тлеет с момента восстания как и дух тех кто остался в нижней его части запасы ограничены из-за похорон невозможно посчитать или разделить провизию нужно пополнить запасы впрок и вы боитесь что другие кланы варберанги понимают это мы должны хотя бы задать прецедент на будущее предлагает алео сложить оставшуюся еду раздать ее понемногу отправить войско чтобы оно отобрало что сможет от других кланов а войной пойдем пойдем волонтеры призваны но людей достаточно мало когда они уже собираются выходить прибегают другие те кто в последний момент передумал вы узнаете некоторые лица этот мужчина 50 километров нес принадлежавшего сыну старого пса когда тот уже не мог больше идти та женщина ночью тихо пела колебельные своим напуганным детям а те самые достались своими песнями конечно они отправились убивать чьих-то отцов и матерей день спустя они вернулись с порезами ушибами и припасами которых должно хватить на несколько дней без подробностей а и мы выиграли восемь дней за счет такого маневра изялое я так могу бесконечно делать выиграв немножко времени мы перемещаемся к нашей второй пати вороны клянутся будто в поле зрения мелькают какие-то фигуры и слышится шепот усопших родных если появится моя мертвая мать и я сейчас же совсем покончу огрызается Оле острее зубов пасти голодного волка поет спар и хребрецов пожирают и яркую рок-звезду старинная песня еще тех времен когда боги были живы в взрослых обсидианового леса скрывается огромный черный божий камень если появится моя мертвая мать я сейчас же совсем покончу так подшутить над Оле а появись твоя мертвая мамаша начинайте было вы вспомнив додерские шутки но шутка застревает в горле под убийственным взором Оле спаргагочит как бешеный петух остальные смеяться не осмеливаются могло быть и хуже блин а что же за шутку я хотел а шутки про мамку за 200 да-да-да про мертвую мамашу а хождение по тонкому льду достижение получен минус день шутки про мамку за 7 ходов до слушайте у нас сейчас миссия просто доставить мертвую валку до белой башни да хотя надежда покинулась вместе с Юноной мы продолжаем двигаться навстречу какому-то черному и тяжелому драги сами надежда еще не потеряна кто со мной говорит вы вздрагиваете от ужаса услышав голос Юноны в своей голове ее рука легко сжимает ваши плечи едва слышно она произносит молодец можешь меня опустить даже у храбрейших иногда сдают нервы стой поспешно бросает фолька не с места она прибирается к Юноне ты же умерла не с места черт подери пока не объяснишь что происходит все объясняй голоса сливаются в согласный хор разносясти эхом удивительно как 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 ребята не могут принять тот факт что Юнона может быть жива если она сотни раз умирала во время сражений бродила духом и воскрешала тут же да они как бы не ничего не заподозрили когда она в очередной раз получила с двуруча упала без силы потом через какое-то время как ни в чем не бывало бегала по полю Юнона тяжело опирается на посох она смотрит на Эйвинда но его взор устремлен далеко отсюда все будет хорошо начинает она но ее прерывает фолька приставив в горло копье чур без колдовских штучек шипит фолька а посмотри что будет дальше эй полегче фолька говорит Юнона ты права пора вам все узнать оооо ребята сейчас все узнаем тихо легче показать чем рассказать классно валки первые обнаружили еще один мир внутри нашего изнанку там свои страны и народы и свое солнце куда более мощный источник энергии Эйвинд главный был главным среди валок он гениален но его разум пожирал сам себя я тайно училась исцелять раны и со временем мы полюбили друг друга но колдовать над разумом запрещено и ты понимаешь почему очень стильная конечно графика иллюстраторы у них прекрасны совет приговорил меня к смерти Эйвинда они обещали помиловать если я добровольно на это пойду поэтому я сделала это когда Эйвинд все узнал он отнес мое тело к белой башне охваченный горем он высосал всю энергию из черного солнца в надежде меня воскресить да ладно солнце рухнуло с неба и в обеих мирах разверзлась пропасть понятно все опять шершеля фамблен из разбитого яйца выскользнул змей еще не вошедший в полную силу и тьма распространилась повсюду я стал новым вместилищем этой силы когда доберемся до белой башни и Эйвинд освободит мою энергию солнце вернется на место как и тьма ну и ты умрешь надеюсь да yes of course все ну мы это подозревали это еще в конце второй части было что там суд был что она умерла что потом вдруг они как-то вместе появились и вместе с этими событиями ну вместе с их появлением появился змей и началась вся вот эта вот канитель с миграцией драгов с наступлением тьмы короче из-за одной юноны назовем ее так два мира на грани вымирания два мира просто для заклинания резуректа оказывается Эйвинду понадобилось высосать энергию из светила в параллельном мире ой юноны перестает воздействовать на караван видение меркнут Эйвинд нес меня всю дорогу от Риджхорна прежде чем сел окончательно покинули его тогда-то нас и нашли воины Хакана очевидно они думали что я погибла и оставили меня там Эйвинду удалось выжить хотя и чудом когда он пришел в сознание то понял что варлы уже пронесли его большую часть пути до Энертофта когда я поняла что именно произошло я направила свою лодку вниз по реке чтобы встретиться с Эйвиндом в Сигрхольме однако оставленные змеем провалы помешали мне думаю остальное вы знаете да уже все понятно у тебя должна быть масса вопросов я подробно на них отвечу а давай попробуем так раздраги ученики а драги ученики валок этого я не понял певцы камни считают что мы их предали нам уже было известно что черное солнце содержит в себе гораздо куда больше энергии чем наше после ужаса великих войн все считали что валки окончательно победили драгов но на деле мы предложили им мир в обмен на доступ к энергии солнца мы научили этот народ процветать на их же собственных землях и создавать себе подобных так это вы создали певцов камня в каком-то смысле мы лишь делились знаниями степень контроля всегда было сложно дозировать но теперь они считают что мы нарочно все уничтожили они считают что мы хотим их уничтожить и поэтому как и любой другой на их месте обороняется они напуганы и в бешенстве они не будут слушать мы подвели их так же как и всех остальных так так это все восходит еще ко временам богов что восходит разговор может стать долгим и путанным постараюсь проще давай мать ткачиха первая открыла чары и создала таким образом этот мир населяющих его существ мать ткачиха понятно прочие создания и боги реагировали на это по-разному кто-то хотел научиться чародейству они изменили ее сознание ее и они изменили ее создание и они изменили ее создание перевратив их в варлов и конорожденных сознание видим и один бог позавидовал он превратил людей в драгов и расселил по миру чтобы они распространились и терзали остальных существ мать ткачиха пришла в ярость когда об этом узнала открыв для себя созидание она невольно породила и смерть разгневавшись она случайно убила завистливого бога остальные боги были в ужасе они и представить себе не могли небытие страх заставил их ополчиться друг на друга боги умерли но их сознание о создании выжили валки были теми немногими я пытаюсь в голову загрузить то что происходит валки были теми немногими кому мать ткачиха благоволила она обучила их чародейству это были наши сейвенны предки как с этим всем связан змей признаться честно даже я до недавнего времени колебалась чтобы понять проще всего представить яйцо так в изнанке было отложено яйцо змей черное солнце подобно нашему змей должен был медленно расти внутри него многие годы его поместили сюда чтобы он постепенно поглотил создание матери ткачихи жесткий способ их тайного уничтожения когда черное солнце упало на землю оно треснуло и змей вместе со своей мощью вырвался на волю раньше времени так все происходящее результат мелких ссор между богами в каком-то смысле эвент невольно оказал нам услугу если бы змей вырос до конца по крайней мере при нынешних обстоятельствах есть шанс все изменить не сказал бы что меня сейчас переполняет чувство благодарности это понятно что теперь а теперь вернемся к источнику энергии я не жива не мертва 1d3r поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает сложно сложно ничего не понятно спасибо у меня такое же ощущение ну то есть частично понятно клориан здравствуй не жива не мертва заключенная во мне энергия была украдена эвент поместит меня в черное солнце небесные сферы снова придут в движение тьма рассосется а без нее зачахнет и змей на нее будто внезапно обрушивается усталость и она пытается улыбаться ты всему причиной ты этого заслуживаешь на-ка может это и относится ко мне но не ко всему остальному миру теперь ты все знаешь ооо даже если ты теперь ненавидишь меня проследи чтобы эвент поступил правильно это важный момент потому что возможно он скажет ооо любовь моя ты снова жива а давай-ка не будем тебя отправлять на тот свет для того чтобы навести порядок в этом мире мы с эвентом тут все заруинили но потом в опционном диалоге выясняют что наоборот они спасли мир от змеи это очень странная логика то есть как вышло так что действия эвента приведшие к тому что раньше времени типа ну оказывается да оказывается они еще молодцами вышли ооо на резной каменной перекладине висит огромный колокол даже будучи неподвижным он издает необычный низкий гул альфрун поясняет скульпторы возвели этот божий камень для себя они делали колокола из тел павших считается что их частица продолжает жить в звучании этих колоколов так они могут общаться с потомками спар скрещивает руки на груди понятно почему тут так жутко колокол с поднятыми руками приближается певец камня и предостерегающе качает головой он изо всех сил пытается ничего не коснуться в центре божьего камня висит огромный колокол по сравнению с которым все остальные колокольчики кажутся крохотными колокол манит вас это как первобыт это как первобытный инстинкт звонить в него собираешься или целоваться с ним спрашивает спар я бы ни то ни другое делать не стал не трогать колокол задумка хуже некуда отвечаете вы делаете шаг назад вас какое-то время одолевает любопытство но караван отдаляется от божьего камня может быть надо было дернуть за веревочку кажется я артефакт тут пропустил так rest live heroes 222 славы ну при желании можно да кого угодно тут можно подтянуть юнона молодец ей одного не хватает килла у меня десятка просто очков не вкинуто ну что поговорим с Олей как там у него мамаша как здоровье у нее она умерла вы обнаруживаете Оли на границе света он смотрит на божий камень можно присоединиться маловато тут места говори потише это сволочь морщиница с моей выпивкой не подель что со мной выпивкой не поделится а голова то болит спар что-то неторопливо возился в отдалении со своим лангшпилем а нет спар что-то неторопливо возился в отдалении со своим лангшпилем сори прерывается чтобы наградить Оли ужасно неуместным жестом а свое пойло кончилось я потерял флягу когда то чудовище размером с кита разбил океанский лед ты меня слышишь трезвым жить тяжко Ивер Оли безучастно пялится вдаль че хочешь выпить что у тебя молоко и КБК кому какое дело не обращ что это как ты приготовила супчик ой молодец вот это вот это забота нет ой ты ты знаешь как конечно но пацаны не поймут некоторые вот например пить не умеют а я не умею не пить как трезвый голова болит похоже это проблема такого еще не случалось да и кому захочется наслаждаться всем этим на трезвую голову я таким трезвым последний раз еще в 13 лет был когда в берсгардской темнице сидел взгляд то ли становится отстраненным отвечаю на твой вопрос предпочитаю травиться ромом хочешь верь хочешь нет но я даже эти топоры как следует не метну на трезвую голову но влее в меня пару кубков и я увижу яркие дорожки в воздухе погоди ты видишь световые линии да черт возьми и они точно укажут куда полетит топор обычно я об этом молчу но какой смысл оле может быть ты плечешь чары оле выпрямляется будто испугавшись чего-то о чем ты как ткачи обычно как ткачи обычно и поступают чары как тот юродивый что молнии извергает и мертвецов поднимает но лишь когда я пьян а ты лишь увеличиваешь таким образом силу броска оле вдруг хохочет она так громко что даже спар хмурит брови в отличное время живем а варл я выпью за это все не дразни вы передаете оле свой рок и он жадно пьет удерживая сосуд дрожащими руками чародей оле мама всегда говорила что я особенный может ты не так и плох как говорят варл кто сказал пусть победа останется за тобой захотелось выпить водички ну что дыхаем rest leave leave оле шипящий голос говорит новости надо запоминать если была какая-то озвучка вживую то надо конечно было запоминать пойду за молоком говорит айсланд кто нибудь пробовал медовуху из тистельбери спар вдруг нарушает долгое напряженное молчание что-то вы в последнее время хмурые все стали я бы сейчас медовухи выпил остальные согласны мы чат но кто-то передает по кругу выпивку вскоре все пытаются перещеголять друг друга своими планами по возвращению варберанг послушать рассказы как вы знаете все я сам не пью ухмыляется оли почти с мешки но знавал одно местечко в берсгарде где можно было пожалеть о том что напился это ты благословение бьерульфа а это ты благословение бьерульфа не пробовал оли представляет сегберн я бы тут кого угодно за глоток этого пойла убил мечтательно говорит он ты вроде уже троих воронов из-за него прикончил парирует спар и сегберн умолкает а что же а что же ты фолька спрашивает дичь я на секунду задумывается хочу отправиться в то место о котором говорил оли все смеются еще громче животные вздыхает вальгард я хочу восстановить стренд интересно кто туда вернется у меня там был дом и друзья он сурово смотрит на оли вам кажется что путешествующие с вами драги не понимают сказанного и это пожалуй к лучшему в похабную болтовню дичь умудряется вставить и свое слово а я всегда хотел но его голос тут же тонет в шуме других и он медленно замолкает но естественно дичь никто не слушает когда все это кончится я потребую такую гору монет чтобы я мог на ней спать говорит Берси всю жизнь на других батрачу достала уже пожалуй заслужил и спокойно пожить несколько воронов выпивают за это Эйвент набирается смелости тоже заговорить когда все закончится я заткну свой поганый рот перекрикивает его Оля и отряд взрывается хохотом улыбка сползает с лица Эйвинда но эта попытка заговорить могла пойти ему на пользу что-то вообще а наш а наш молчаливый защитник ерничает спар он смотрит на вас о чем мечтает ингвар когда спит и видит сны так вы все знаете зачем я здесь чего хочу о том чтобы проснуться фантазирую будто не встречала вас ублюдков на на еще не поздно передумать с ответом щебечет Оля остальные фыркают и швыряются волей камнями неуклонно приближаясь к башне вот и поговорили самая наверное классная классная история это у дичи все-таки была вчера как он там рассказывал и главное по лору это согласуется и почему этот участок так выделяется ну что как бы ассасин которого никто не видит все игнорят с этой корзиной с фруктами еще в детстве ой как сейчас помню будто кем-то разбросанные из земли под разными углами торчат осколки закопченого стекла сперва кажется что это очередные фокусы изнанки но затем вы понимаете что это осколки черного солнца вы видите в них свое отражение и вам кажется будто вас окружает армия воронов походу там было не вас а тебя а то есть Коля обращает погодите ка произносит Оля я то думал что ненавижу это место сильнее некуда а тут на тебе и 6 дичей от осколков все еще исходит липкое дурманящее тепло и все кроме Эйвенда торопятся их миновать тот останавливается прикасается к одному из осколков и смотрит на свое отражение как поспал отлично скрип давай Эйвен пора идти я сам себя не узнаю могло быть и хуже о прости я не хотел сравнивать я начинаю осознавать что мне предстоит сделать что мне предстоит сделать мы приближаемся Эйвен смотрит куда-то вдаль не время колебаться это всегда было так далеко и времени было больше в каком смысле юнона уже призналась в этом но есть еще кое-что что возможно ускользнуло от твоего понимания и она запретила говорить тебе что ж ты говоришь тогда пес она переживала что все может измениться довольно тайно черное солнце вернется на небо только если юнона заключит в нем тьму ей придется остаться здесь в ловушке навечно так я это и в общем предполагал такая судьба хуже смерти и я тому причины конечно ты с тех пор она прилагает нечеловеческие усилия чтобы все исправить все что она сделала вы видите как лицо Эвенда багровеет от гнева он словно черпает энергию из фрагмента солнца что если есть другой способ даже если солнце больше не светит энергии должно хватить чтобы уничтожить змея возможно возможно этого хватит так а ну-ка сейчас ты опять начинаешь свою канитель из-за тебя и так нас занесло сколько людей погибло а ты из-за одной жизни пусть будет она мучиться бесконечно бесконечно прекрасно прекрасно бесконечное мучение это же это же замечательно это как будто всю жизнь играть паб g поможет ли вообще убийство змея не знаю но уверен он явится за нами снова ему ничего больше а ему ничего больше не остается почему бы мне не попытаться почему я должен спрашивать разрешение потому что пес от твоих действий зависит судьбы многих людей тварь эйвин подумай о своих друзьях в арберанге губы эйвинда сжимаются в нитку и огонь в его взоре становится не таким ярким может его гуфнуть просто знаю какой-то ты долгий вообще прошу прощения мне всегда было сложно управлять своим разумом с самого рождения моя мать в свое время была главной валкой совет был обеспокоен что она родила мальчика мужчины у нас в роду всегда были склонны к разной степени безумия мой отец свое удержать не сумел думаю такая сила кому угодно стала бы тяжким грузом это проклятие я жив только благодаря Юноне и она следит чтобы дремлющая во мне сила не вырвалась наружу когда она заговорила со мной во сне в Энартовте я даже не был уверен что это правда я так долго был без ее помощи что начал снова терять контроль она лишь исцелила меня и теперь расплачивается за это представляешь каково чувствовать себя могучим и в то же время слабым могу представить это он спрашивает у варла по поводу а ты наверное не знаешь каково это чувствовать себя с одной стороны сильным с другой стороны слабым у чувака минус рука минус глаз как бы он пожил в пять раз больше чем ты ему то Эйвенду там сколько лет тридцать ну посидел он за последние там полгода но мозгов то не прибавилось Эйвенд кивает когда фолька раздраженно подходит к вам ты уже закончил рыдать грустное дитя правильно так еще прописать ему нужно нахмурившись Эйвенд отходит от фрагмента солнца и возвращается туда где его ждет Юнона у него столько проблем и я говорю об этом все еще сложно представить что эти двое запали друг на друга ой давай сейчас это пообсуждаем ты так думаешь разве нет фолька смеется толкаем уже плечо кулаком я знаю почему ты не понимаешь этого варл тебе не хватает не только руки любая девочка хочет чтобы мальчик пообещал ей достать с неба звезды и солнце вот я чувствую что внутри вот этой воительницы живет маленькая девочка именно поэтому у нее такой голос ой фолька мечта поэта давай представь что есть мужчина который в прямом смысле может стащить для тебя солнце с небес фолька выглядит смущенной из-за своего поведения когда вы возвращаетесь с караван ой надо фольке хорошего мужика подыскать ребят надо всем чатиками ей искать потому что ну больверк уже откололся получается хотя не факт может быть там выяснится что он тоже как бы все прочухал и не сошел окончательно с ума и что-то полезное будет делать вот кого бы ей порекомендовать слушайте а может ивер ну чего она будет заботиться о нем комплекции у них ну хотя варлы люди не знаю как это не одобряют наверное все таки да и старый уже ивер хотя нет не такой что на старый лудин не 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 лудин кто реально лучше все подходит фольке ей нужен сильный мужчина но но чтобы все таки романтиком был вот кто из из пати у нас такой петр сразу нет варлов вычеркиваем сразу же а лео какое лео ты че этот певец он как кобыла мэн ругает только оли я дичь я дичь тоже мимо на самом деле на самом деле киви говорит сама это блин спар отлично дедушку бастиона едать ладно поехали дальше да надо подумать кто ей кто ей больше подойдет оли слишком безумен на самом деле да ему и плевать ему вообще ничего не нужно таки еще скрипки не выбрали уже фольки выбирает несправедливо ну фольки явно более серьезная ситуация как видите а все такие я скажу бурчит спар я умираю с голода и это нифига это нифига это не фигура речи надо поесть иначе сдохну запас провизии подходит к концу да и воду скопившуюся в провалах никто пить не рискует вам тоже приходится не сладко похоже певец камня вас понимает хотя вы не видели чтобы он вообще чтобы они вообще что-нибудь ели он снимает с утеса твердое образование в форме колокола и передает вам затем делает жест словно открывает книгу я то думал это очередной булыжник осматривает его спар у диковинки твердая обсидиановая оболочка но внутри удивительно ярко розовое растение упругое на ощупь похоже на какой-то гриб никакого странного запаха или искаженных форм которыми наделено все вокруг но утесах их осталось еще немало ну что кто попробует первым подойти попробовать жрем грибы вкус грибной слегка сладковатый через несколько минут вы чувствуете что сил прибавилось будто стало больше энергии остальные осторожно набирают в пригоршни еще и едят столько сколько осмеливаются вы можете покляться что теперь караван идет намного быстрее все под грибами сейчас пойдет нормально и цвета такие яркие стали составишь компанию альфрун предлагает присоединиться к ней во время короткого привала на камне в отдалении от остальных ой вроде бы невинно вопрос но скрытые мотивы в ее глазах горят ярче чем белая башня на горизонте так ну мы долгое время в пути понимаете потребности разные то есть тут и фолька разговорилась и есть захотелось кому-то не хватает внимания ну и мне главное как как лидеру как иверу приходится решать самые разные проблемы вот альфрун конечно страшно прямо скажем но для успеха мероприятия мы должны решать самые разные проблемы тебе пришло что-то в голову ой нет 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 дрожь ты ивер забавно мне следует тебя ненавидеть у меня много друзей среди скульпторов они пугают тобой детей но я тебя не ненавижу чем больше узнаю тебя тем больше ты мне нравишься об этом тебе хотелось поговорить сразу к делу эйвент и юнона доверяют тебе ведь так но удалось ли им завоевать твое доверие я никому из вас не доверяю опа оу он еще и умен а у тебя есть хоть какие-то недостатки вар блин подкатывает прям очевидно а юнона возможно вблизи чай чары что она плетет могут показаться правдивыми но отойди чуть дальше взгляни на узор с расстояния они обладают ужасной властью возможно тебе уже приходилось замечать мне кажется не обрабатывают потому и был создан орден ткачей посмотри-ка на нас мы всего лишь лечим больных строим дома безумцы в башнях и слоновой кости чтобы выворачивать мирно изнанку не стоят твоего внимания я думал об этом подойди эйвин создал бессмертную черт подери ты понимаешь это смерть не властна над юноной но ведь их цель заключается не в этом что есть бессмертие без силы это муки нет по-моему они пытаются создать бога они хотят сами стать богами неужели ты веришь что они зашли так далеко лишь чтобы все исправить а вот на что ты намекаешь нельзя сидеть сложа руки вот что главное ничего пока не говори я не прошу у тебя обещаний но придет время скоро я полагаю и правда откроется твоему взору когда это время придет обратись ко мне доверься своим инстинктам юнона и эвент не единственный кто умеет переплетать нити я сделаю все чтобы они поступили именно так как намеревались я сделаю все чтобы они поступили так как намеревались хорошо между прочим мне тут тоже приходится жить окей все потихонечку сходят с ума скандалы интриги далекий гул становится ближе вы лихорадочно гадаете что это может быть кто-то кричит землетрясение и земля уходит у вас из под ног трясет так что со сколнов соседних скал пластами сходит галька оседая рядом с вами она поднимает огромные тучи пыли все целы спрашиваете вы когда все затихает так и знал что откуда ты тебя знаю кричит вальгард он размахивает кулаками оли перед носом этот ублюдок пытался столкнуть меня с утеса дымка рассеивается как и сомнения и вороны дают волю своему раздражению скандируют драка драка ой посмотрим пусть разбирается драка становится ожесточеннее эрик подлетает эй а прям 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 вписка эрик подлетает к вальгарду а вороны бросают защитать оли завязывается страшная драка прежде чем мешаться вы замечаете что юнона в дурном настроении довольна грохочет голос юноны и бойцы припадают к земле закрыв головы руками я держала слово и не вмешивалась в ваш разум но не смейте рисковать нами из-за такой малости пострадавшие медленно поднимаются опустив взгляд ну слушайте ну хоть развлекуха какая-то была ну легкий мордобой никто же не собирался никого убивать землетрясение возникло не случайно меняет тему эвент то же самое происходило когда змей разрывал землю там наверху будьте начеку так среди этих скал обитали драги никто не ответит тебе а нет да как и раньше зачем спрашиваешь я уже вижу впереди активные движения мы переносимся в арберанг время пришло в гости отправиться если бы история арберанга писалась на гобеленах то края стали бы распускаться ткачи погибают несколько погибло от рук искаженных пара от случайных стрел и обезумевших повстанцев один от усталости зефр отвела их назад на следующий уровень стен удавка затягивается до безопасной земли добрались живыми не все и вы видите как мечутся тела павших за черной пеленой их больше нет с нами но они не мертвы ооо это магун хагуны магуны но мы с ними вообще не это самое не общались не брали их ооо 14 уровня беретик берет воина зеленый головной убор заставляет мыслить нестандартно может двигаться сквозь ряды союзников атаки никогда не отражаются 50 крита 2 агрессия плюс 2 все таланты может танку нашему взять пусть его бьют 2 агрессии и крит и постоянно попадать будем ну хотя это не то не столь важно в любом случае беру давайте поговорим с хагуном хагун опирается на щит чтобы не упасть но встает на ноги когда вы приближаетесь к нему не стоит вставать ради меня ты кажется грубоватым ты кажешься грубоватым русский перевод русский перевод русский перевод говори за себя я в порядке он выглядит несколько смущенным из-за того что сорвался на вас и его взгляд словно снова обращается вдаль думала ли ты что мы когда-нибудь зайдем так далеко я надеялся что нам не придется все верно события могли развернуться совсем по другому если ты просто интересуешься состоянием окружающих то спасибо за беспокойство хотя здесь не о чем беспокоиться хагун продолжает молча смотреть в атьму как семья висит на волоске охотник висит на волоске а кто думает иначе все что я могу сделать кормить их и защищать чтобы их не убили во сне если я не могу защитить их какой из меня мужик я понимаю о чем ты послушай я знаю что тебе пришлось пройти через что тебе пришлось пройти все мои слова звучат неправильно не принимай их близко к сердцу хагун продолжает молча смотреть в атьму слушай не буду тебе мешать береги себя удачи в общем любви добра как я уже сказал не беспокойся обо мне может я и выгляжу как ты говоришь грубым но я никуда не пойду но этому не бывать пока я еще могу стоять на ногах перевод ну пощади так у нас тут стена хаосис давайте на стену сначала быстрее идем зовет окровавленный страж он ведет вас на стену к изможденным ткачам из тьмы продолжают появляться искаженные преимущественно драги но теперь в этой толпе вы все чаще узнаете людей из своего клана обращенных в ужасных созданий где начинаете вы обратив внимание на груду мертвых стражей охваченного паникой ткача удерживающего свой свет против приближающих сейскаженных вас заглушают крики конорожденных и вы видите искромсанный труп скотаха среди десятков других тел мы знали на что его отправляли как его там звали скотах точно они были плохо подготовлены к этому сражению и многие дезертировали разъяренные искаженные направились в сторону ткачей не дайте им погибнуть кричите вы кони мои кони так котлетка все еще ранена кому берет крит 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 ну агрессию надо бастиона ставить я передам а а а 14 уровень нужен пока некому бастиону 2 кила нужно занести готов исход был бы другой смотря кого на стену направляешь ё-моё хотя тут лучников мало и у меня тактика у меня же тактика друзья вы думаете все вот так вот просто бесхитростно извините прикроем 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 блин а тут коняшка у меня не прикрыта а давайте все-таки плотнее тут вызовем вжух пыш бах готово вдохновляющая сага оооо уже подходит ай двадцатка нет ааа здравяк на-ка овервотч на к вызываем подкрепа там блочим вот так вот и сразу броню 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 лучница не должна пробить ах ты пёса это тебе только не критуй а слушайте там же еще до 26 армора у бастиона а это почему это почему ну понятно там частично ему дают раз но у него же было меньше значительно или мы дали ему артефакт какой-то не помню ладно улыбаемся на ка ну котлетка тут опять же все 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 делает а лето а давай такте вдохновляющим отдающий надежды плюс 5 окей еще овервотч тут бы конечно выйти вот не знаю получится не получится на самом деле можно подойти вот так вот дробил очки уже сразу же пусть добро этот не угрожает двадцатка двадцатькам пока ждем опа а лето штрафует коннорожденные отстреливают у всех плюс мораль подкрепа восемнадцать ходов кстати надо обратить внимание надо было на это а давай бахнем этот сгорел на работе к может бахнем тогда коннорожденный достает достает да давай обнаруживание слабости пару раз выстрелим добро этот истечет крови можно оскорбить но мы вдохновляющий самый опасный остался вот на двадцатке товарищ его штрафуем на половинку и да все равно овервотч и поэтому постреляем как хорошо вытанковывает а рубим и кровотечение на единичке остается бедолага сейчас ударит ну чуть-чуть чуть-чуть да чуть-чуть пробил зря вот это сделано ну хотя они не принципиально на самом деле травим коняшки он умрет от яда по-любому а добиваем упал рог полный да и по воле у всех все хорошо и упал ну подожди а кто еще остался почему тут стоим как как не знаю кто о да бьемся до последнего подкрепление прибывает ну давайте кто там удивите меня очень слабенькая подкрепа а нет ой здесь народу вот этого ушатывать надо блин не народу прилично на самом деле стрелков много раз два три здесь 4 5 наверху надо наверное рашить верхних просто рашить верхних да этот особо не нужен давай наверх короче поехали пыщ 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 хорошая нарезочка давайте просто про атакуем тогда это а я не могу почему-то его атаковать я не понимаю какой-то бак навожу и как бы и ничего не могу сделать я белку не могу изнуть а слушайте тут стрелки-то слабенькие у них статы очень низкие просто ну там реально 9 10 это несерьезно болель я заблочил своего вот дурак ушатываем тихонечку я не могу этого атаковать просто не могу человека атаковать какого хрена надеюсь он по крайней мере будут будет на overwatch триггерится как-то чуть поближе подхожу чтобы повысить вероятность да он триггерится на overwatch слава богу и сдохнет рано или поздно от как увидите баф уже прошли да вот сейчас я бы не достала если по эту клеточку не прошел бы конечно по коняшке а ты будешь следующий стрелять дым нельзя дать критой чуть-чуть было здорово это 15 силы осталось 3 а кому-то надо было вырыть кажется убину нужно было выдать тел не оставляя единицы до повышения 1 конечно было бы неплохо а лео качнуть можно оставить ему пару киллов на самом деле вагулин на клетку выше было внезапно а понял ему а лето сбила напряг когда он двигался и в огну понятно 3 15 8 ладно давайте в атаку снимаем к пашечку какой крит сейчас будем армор снимать у врагов чтобы а лео было попроще правда не там крови истекут больше подкрепа вроде нет поэтому нормально все 2 8 подходим здесь снимаем еще броню у них уже по нулям а лео подходит ушатывает уверенно первого ждем сейчас правда траванут нас всех 1 2 ничё 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 все нормально блин пока там дойдет очередь да и всех передравит так готово кажется ему 2 киллов как раз не хватало 2 или 3 не 3 надо и последнего тоже выдать сейчас пилот мы просто пропускаем ходы и а лео делать свою грязную работу так не оскорбляет отбивает и до повышение далее еще артефакт ну победа друзья победа ну кто сомневался кто сомневался я смеялся кроме лет у кого счастья верующие у кого насколько мне здесь здесь во второй части не было персонажа с овером вообще а у искаженных прачников вот говорят здесь вот прачник у нас новый добавился при джойнился возможно у него появится агрессия среди искаженных чудовищ находящихся за границей света начинает расти несмотря на победу воздухе витает предчувствие грядущей катастрофе мы выиграли несколько выиграли немного времени говорит дефр но наше положение неустойчиво скоро придется отступить так я пока не забыл хочу посмотреть на убеда 14 уровень 14 уровень у него максимальные затянуть ремни учитывая его армор уклонение от атак по броне берем бастион тоже level up я даже не знаю что ему брать у него настолько все хорошо в жизни что короче даем ему вот так вот а лево обязательно повышаем уровень но ему главное еще один получить два киллса нужно чтобы как раз мы могли ему навык дать легендарный что тебе нужно у тебя есть уклонение от смерти на 10 уровне может тебе артефакт какой-то получше выдать маска от ветра два агрессии брони отражение силы ту 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 воля перемещения агрессия все таланты нет все таланты нет давали пока пока такой непонятно что с ним делать этот артефакт уже давали в прошлой части поэтому тем более низкоуровневый ну поехали черная копоть вздымается клубами над ветхими мелочугами и тревожными темпами переходит на более крупные здания пожар далекие крики подтверждают ваши опасения поделом им произносит варл наблюдающий за происходящими с безопасного расстояния вы понимаете что он говорит о сторонниках руги судорожно пытающихся спасти свои вещи от пожара которые возможно сами и начали помочь потушить пожар пустить ситуацию самотек хорошая возможность начать атаку на самотек ситуация выходит из-под контроля и вам не остается ничего другого как смириться с ней даже люди руги сдались чтобы предотвратить дальнейшие потери горючие обломки убраны с пути огня в итоге он гаснет сам по себе правда перед этим ему все-таки удается уничтожить несколько улиц можно было вписаться типа рогу попробовать убить в разъяренной толпе конорожденных зреет конфликт среди них вы узнаете канарий и дейдра у их копыт лежат жертвы этой стычки канарий угрожающий размахивает копьем вы не знаете ни причины этого конфликта ни зачинщиков так мы за канарий вписываемся естественно что происходит истории конфликтующих напоминают всем почему они опечалены канарий громко кричит на дейдре на своем языке и в ответ дейдре дейрдре бросает кинжал канарий будучи милой воительницей отбивает кинжал в сторону толпа паникует отступая конорожденную затаптывают всех на своем пути среди оставшихся позади тел лежи и дейдра отравленные собственным оружием вам не удалось узнать что произошло что-то мне кажется я на файл хреново я спасаю арберанг выиграл один день только чудо на этот раз неуловимые тени вполне реальны и они повсюду остальные тоже это заметили и осторожно берутся за клинки которые поблескивают как рыбы в косяки в вашем свыкающем сострое впереди повсюду орды искаженные преграждают вам путь еще больше их видно на горизонте почти удалось произносит вальгард и вы разделяете его досаду прорваться сквозь толпу чего мы ждем толкайте поехали готовы к бою какие там толпы все таки два пацана стоят ооооой давай начнем сразу с хорошего бафа двадцать семнадцать эти единичку отнимает это пошел бафать сучок мне наверное к нему прорваться чтобы снять бафчик то есть вот топотный если бы болок вторая волна дала семьдесят да очень странно то есть надо было видимо мне ай-яй-яй-яй-яй карамба видимо надо возвращаться вписываться потому что этот упырь то мне не даст спокойно жить на на скотина скотина пытаюсь еще баф сделать добрый день еще разок вот сейчас нет не лазь броня видите как хорошо вот так вот вот так вот сразу марш бросок направо попутно шатаем о затянули ремни эй блин опять зря давай сразу еще бафчик на хорошее количество там прошел прошел баф от вражеского певца ко мне стоять не надо хьюстон блин мне надо вписываться прямо вписываться никого не подпускать прям никого не подпускать а тоже закончится все это очень печально отдыхай отдыхай родной щас вот надо надо реально передохнуть немножечко на овервоч ничего себе не пробьет мне наверх 8 12 12 бах опять вот вот это вот что за люди что за люди и лезут и лезут у меня тоже силы слабые нет прям прорываются как будто они что-то знают пёс больно бьют надо было сейчас молнии бахнуть нереально очень мало силы семерку снялись добавляем еще снял двоечку так лучше поэтому опять пошел баф но этот раз плевать сейчас лучника подрежем потому что него ну опять надо было конечно молнии сделать раз-два прокачай писсу минус агрессия до ступы рища будет ходить 16 силы не успел так давайте-ка в молнии раз я понимаю у него просто очень даже не уверен что нужно бить хотя ладно пробьем но он все равно с 16 урона не так сильно а он и не доходит еще бедолага так нормально все справились но это было близко потому что убили бы убили бы певца и все и пишу пропала пришлось бы ну точно переигрывать и так то еле еле тут хватает уже по лицу прилетала киви пилардж пилардж я бегу к тебе друг атакой атакой меня полностью ёппа прорываемся искаженные все безжалостнее похоже их все больше и больше криктик спар потеряя садь саднящие плечи вы киваете видимо мы близки к цели дан у меня только один день блин на на этот небольшой поход видимо после этого в арберанг нужно возвращаться но меня просто вернет туда принудительно нужно выиграть еще как-то время в арберанге просто уже тьма смотрите от города раньше они преступные черные скалы арберанга разбивались армии а сейчас это делают искаженные вы снова отступаете цена отступления войска еще тысячи погибших однако это было необходимо вой баньши долго не стихает в наступающую ночь но как говорят ткачи стену из черного камня еще никому не удавалось пробить места мало даже при таком количестве погибших а лео кивает когда вы ему говорите что выйдете подышать воздухом и с переполненным людьми залов выжившие разбили стоянки в различных частях черной скалы вы задаетесь вопросом сколько семей чьи знамена были подшиты к вашему знамени теперь остались лишь воспоминаниях затем вы замечаете как странно звучит тишина кланом наконец-то надоело устраивает потасовки и даже искаженные отступили прочь быть может здесь в безопасности быть может ткачи правы так что в маркете у нас может еще что-нибудь хорошее восьмой десятый нет слабенькие артефакты можем только на ступеньки пойти усталость вгоняет вас в ступор странные ощущения когда не делаешь ничего говорит а лео нарушая тишину люди подавлены может это хорошая возможность узнать как все как все держатся вы думаете над этим давайте поговорим с убином летописец старательно пишет о чем-то в своих бумагах он поднимает свой взгляд здравствуй охотник наступила минутка затишки и ты не знаешь что с собой делать что-то в этом роде глаз бури как говорят поэта если пробудешь здесь достаточно долго начинаешь предсказывать погоду или может просто начинаешь чаще говорить о ней мы бы купить еды можно дополнительно не нельзя купить это другая уже механика старый варл прекращает писать заметки к разговору видел ли ты что-нибудь подобное раньше за свою долгую жизнь знаешь я слышал что люди считают за оскорбление когда их называют старыми но я никогда не знал почему дай-ка подумать ну для него это вообще почет один из двух старейших варлов ну падение скрюмерстеда было впечатляющим зрелищем половина города погрузилась в в сильверстоун а грофхайм был еще больше но что-то вроде этого нет это не так это не так not like this видимо забавно как мы измеряем значимость своими воспоминаниями не так ли я намного лучше помню как мой путник гунульф говорил мне что я похож на баклажан чем то как город погружался в пучину именно поэтому я люблю записывать старый варл прекращает писать заметки к разговору о чем ты пишешь в своей книге в основном истории но не как ткачи и скальды нет ткачи пишут о том что произошло в прошлом а скальды выдумывают вещи которых никогда не было по-моему исторические записи в массе своей бесполезны даже бесупречный послужной список хорош настолько насколько хорош зачитывающий его человек а мы и недалеко а мы и далеко не настолько хороши хочешь сказать что мы помним все так как нам удобнее из одной басни можно извлечь множество различных моралей действительно мы просто кучка высокомерных лжецов в глубине души очень хорошие слова я пишу истории о людях когда кто-то говорит о своих надеждах и страхах это правда вещей даже если это ложь понимаешь одна из причин по которой я учусь говорить с окружающими как например с коннорожденными а это было окончание предложения я бы тоже когда-нибудь хотел поговорить с драгами если они примут меня старый варл прекращает писать не буду мешать тебе работать не волнуйся если захочешь поговорить я с радостью составлю тебе компанию интересно что ты планируешь делать со своими записями если нас поглотит тьма оставь это для кого-нибудь другого улыбка пропадает с лица Убина когда он понимает что все станет искаженным считаешь я не думал об этом может коннорожденные могли бы нет не без помощи ткача может быть мы могли бы отправить ткача чтобы проклятие нам придется жить с этим никуда никуда теперь не денешься ну мне кажется тут осталось буквально 15 минут до конца игры по крайней мере уверен что эксперты в чате начнут меня уверять что реально тут осталось ну пять минут максимум до конца но я думаю что финал игры стоит перенести на следующую трансляцию которая будет тут два боя всего говорит одна минута говорит она будет не завтра трансляция завтра будет у нас варкрафт с вами русбрейн кап квалификация где-то ориентировочно в пол седьмого стартанем поэтому приходите на варик посмотрим кто там квоту следующую получит спасибо вам за внимание всего хорошего и помните что завтра воскресенье так что время есть время есть оооо пока а 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 и а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!